Всем доброе утро! Продолжаю снимать американские влоги. И сегодня мы поедем смотреть жилье. Нам нужно посмотреть дома, либо какие-то апартаменты. И дело в том, что пока у нас есть время поездить на временных номерах. Чтобы поставить машину на учет, нужен американский адрес. И у нас пока есть время 2-3 недели. Мы можем поездить, посмотреть какие-то апартаменты, может быть что-то купить. Потому что Бова даже посчитал, что выгоднее покупать, чем примерно 15-20 тысяч долларов платить в год за аренду. Лучше купить какое-то жилье, и за несколько лет оно себя окупит. Сара звонит своим подружкам из детского сада. Ромя, привет! Я еще не скоро приеду, я через 2 месяца приеду. Затем поверните налево. Эти домики одноэтажные. А кстати, мы вот сейчас приехали в это комьюнити, где плюс 55 Женя нас привезет. Да. Вот, смотрите, оказывается, нам здесь нельзя ничего покупать. Потому что здесь плюс 55. Для взрослых людей от 55. Лично я, мне кажется, тоже хотела от 55, чтобы меня никто не доставал. Ну конечно. Вот он этот дом. С навесом, с утками. Был шуток. Утка по-пекински. Пчета утки, да. Ну он примерно 12 на 6 метров этот дом. Одноэтажный. Угу. С навесом. Сталенький такой. Это че у нас? Нет, зайка. 50, да, этот стоит? Ну где-то 40. 40. Это как два контейнера. Ну здесь не вариант. Здесь как-то все слишком давит. Да, здесь неудачный район. Да, район не очень хороший. Приехали спонтреть квартиру теперь. Вот квартира расположена в двухэтажном здании. Это комьюнити или нет? Это малоквартирный, типа Таунхауса. 65 тысяч стоит. Снова на табличке мы заехали. 55 плюс. Кондоминимум полностью для людей от 55 лет. Нас не пускают. У нас сейчас время обеда. Мы с собой привезли еду. Нашли. Ого-го-го. Что это произошло сейчас? Он рыбу поймал. Обалдеть. Сара, он тут хозяин. Они снова не боятся. Да, такой охотник вообще. Молодец. Здесь такое место. Классный парк. На ланч у нас, как обычно, салат. Огромная тарелка с сыром. Чай, банан, йогурты. Тут какие-то крекеры с печеньками. Особо ничего не покупали. Так перекусить салатом. Сейчас наедимся. Здесь сразу выход на пляж. Можно, видимо, летом купаться. Чайки. Сара, не гоняй, пожалуйста, птиц. Что ж такое? И здесь очень красивый вид. Пальмы, пляж. Вот вам и Таиланд. Вот вам и Индия. Вот вам и Мальдивы. Все вместе. Спокойствие. На сегодняшний день это заключительный объект. Вот такие домики в кирпичик. Да, это не имитация. Напоминает Шарлотт. Напоминает Лейклэнд. Такой мне нравится стиль английский. Да, это прям настоящий кирпичик. Вот она, задняя часть квартиры. Как на фотографии. Ну? А какой там? Тоже не ясно. Там написано, наверное. Я думаю, что вот этот первый этаж, где все свалено. Как мне рассказали риэлторы, покупать квартиру вообще невыгодно, потому что ежемесячно вы платите 250 долларов минимум фи, так сказать, это за ремонт комплекса. Если там бассейном что-то произойдет, или с крышей произойдет, или со стенами. Эти деньги мы платим за обслуживание комплекса всего ежемесячно. 250 баксов. И представляете, в эту сумму очень редко входят коммунальные услуги. То есть за светом, за воду платить вообще отдельно. Плюс-минус где-то 100 долларов еще. Вот вам и аренда, да? Та же аренда выходит 500 долларов примерно в месяц. Просто так. Ну, конечно, не просто так. Мы привыкли, что у нас, в наших странах, мы ни за что не платим. Просто, ну, как-то так, да? Только за ком услуги там и все. Плюс-минус пару долларов. А здесь, получается, нужно платить. С домом, говорят, намного проще. То есть, если вы покупаете собственный дом, вы уже не платите вот эти фи за уборку. И выгоднее, получается, приобрести дом. Здесь нас еще напугали таким моментом, что, может быть, если купить дом, мы купим дом с долгами. Никто нам об этом не скажет. Как такое возможно? Я не понимаю. Но существуют такие мифы. Напишите в комментариях, правда ли это. Может быть, кто-то из вас владеет какой-либо информацией насчет покупки недвижимости. Выгодно ли покупать дом? Может быть, выгоднее все-таки покупать квартиру? В общем, мы до сих пор в поисках. Проживаем в отеле в Тампе, здесь в одном недорогом. И вот ищем, ездим, ищем, ездим, разговариваем, смотрим территориально, дома, квартиры, как они расположены. Кстати, там можно выбрать еще, чтобы школа была рядом. Там даже рейтинг школы. Выбираешь, если там плохой рейтинг, хороший рейтинг вам, какой вам нужен рейтинг. Все школы государственные, они бесплатные. И в том числе для иммигрантов. То есть, они там не проверяют ваш статус визы, наличие там визы и так далее. Каждый человек имеет право в Америке здесь на образование, ну, именно ребенок. Поэтому с этим проблем вообще как бы нет. Ну и, соответственно, выбираем такую школу, чтобы рейтинг был примерно 8. От 8 уже считается нормальной школы, а то, что ниже, как бы не очень. Но это, опять же, как нам сказали. Может быть, оно не так. Поэтому тоже сообщите, скажите. Только что выехали из отеля. Нам написала риэлтор, что может показать квартиру внутри, в Санкт-Петербурге. Оказывается, есть город во Флориде, называется Санкт-Петербург. Я, если честно, не знала. Узнала только здесь об этом, находясь в Америке. Действительно, так и называется город Санкт-Петербург. И там нам сейчас покажут квартиру. Плюс этой квартиры в том, что хозяин может продать ее с мебелью. Для нас это, как бы, не принципиально важно, но все-таки важно, потому что мебель тоже стоит каких-то здесь денег. И обставлять полностью квартиру – это затратно. Если квартиру продают с мебелью, если она нормальная, в нормальном состоянии, то это здорово, повезет. В основном здесь все квартиры сдают и продают без мебели. Касабланка. Поверните налево, затем ваше местоназначение будет слева. С пальмами. В общем, комплекс небольшой, двухэтажный. Белые стены, пальмы, бассейн есть. Ну так, пока смотрим территорию. Может быть жарко, да, Лето? Ну, везде. В этом в горе, да, очень жарко. Но кондиционер есть. Я имею в виду второй этаж. На второй этаж немножко жарче. Ну и, соответственно, счет будет... Кухня жарко, светит на сверху. Плюс то, что зато сверху никто не будет ходить. Когда на первом этаже живете, кто-то ходит, вы слышите. А тут никто, ну да. А вот то, что связано с ремонтом дома, это включено? Все, что снаружи. Вот, допустим, крыша, это АЧ покрывает. Класс, мне очень нравится. Мне нравится, что здесь есть шкафы. И их много. Прикольно. Мне нравится, что еще белые стены. Это то, что я люблю. И получается, что здесь не нужно делать ремонт. Ух ты! Ну и нормальная ванная комната, в принципе. Посмотрели квартиру. Слышите? Поехала скоро помощь. Неплохой вариант. Будем торговаться. И хотим сейчас... Посмотрим, что там выйдет у нас. Об этом будет известно чуть попозже. В общем, мы еще, может, даже посмотрим несколько вариантов. Потому что это первая квартира, куда нас пустили вовнутрь. Сейчас мы поедем на пляж. Нам сказали, что самый красивый пляж вообще во всем мире. В Санкт-Петербурге здесь. Во Флориде. Во Флориде, да. Самый красивый пляж во Флориде. И в Санкт-Петербурге он находится. В районе Санкт-Петербурга вдоль береговой линии очень классный район. С дорогими домами по миллиону, по 700 тысяч, по 500. И мы, короче, в восторге. Прямо вообще. Запусти своё окошко. Класс. Сеть островов Санкт-Петербурга в Америке. Да, и вот говорят, что вот это самые лучшие пляжи в этой арене. Может быть, даже во Флориде. Проверим. Какой здесь отель стоит большой. Я думаю, это даже не отель, а жилой комплекс. Классно. Курортный райончик. Итак, ребята, здесь реально потрясающий пляж. Песок очень белый, такой белосерый. И, мне кажется, камера не передаёт этого цвета. Он очень белый. Он как на Мальдивах. Очень чистый здесь, просеивают. Да, просеивают. Просеивают. Обалдеть. А какой закат. Очень круто. Да, действительно, здесь красивый пляж. Потрясающе. Здесь отели недорогие, да? Да. Есть недорогие. Пописатолог. В супермаркете нашли аппарат, который нам должен что-то выдать бесплатно. По-моему, попкор на пачку целую. Если мы отправим текстовое смс, и нам пришлют штрих-код. Сейчас смотрим. Смотрим. Прими, давай. Сара, только ничего не нажимай. Обманщики. Я тоже думала. Ой, бьёй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова